В этом форуме впервые собрались и действующие спортсмены, и те спортсмены, которые закончили свою карьеру. Я думаю, это будет очень полезно поделиться своим опытом и посмотреть, как у них сложилась жизнь в дальнейшем. Вообще, жизнь спортсмена, они мне вам рассказывают, достаточно сложная и быстрая. Кто-то, благодаря своим физическим данным или виду спорта, заканчивает в 40 лет, кто-то в 30, кто-то в 20-25. Так или иначе, у них впереди, у вас впереди вся жизнь. И как эту жизнь правильно прожить, я думаю, сегодня-завтра наши коллеги с вами поделятся. Вы знаете, наверное, в нашей стране очень большое внимание выделяется как действующим спортсменам, так и тем спортсменам, которые легендарным спортсменам, будем так говорить. Вы служите большим примером для нашего подрастающего поколения, которое, глядя на вас, учится, как в этой жизни достигать тех вершин, которые вы достигли. В это непростое время, когда спорт, спортивные идеалы в угоду какой-то пенсионерской конъюнктуры где-то смазываются, именно вы можете наставить на дальнейший истинный путь в нашу молодежь и показать, как дальше жить. Дорогие друзья, в жизни спортсмен преодолевает многие преграды. Это и сила воли, это способность мобилизоваться, отдать все в нужный момент, преодолеть какие-то барьеры. Наверное, и в будущей жизни, вне спорта, вне большого спорта, вне спорта высоких достижений, наверное, это тоже те же принципы и используются. Мы в любом случае вас поддерживаем, вас любим и очень на вас надеемся. Спасибо, удачи вам. Проблема, которая существует сегодня в мировом спорте, это проблема социальной адаптации профессиональных спортсменов по завершению спортивной карьеры. Это чрезвычайно серьезная проблема, на мой взгляд, одна из наиболее важных в современном спорте. И я говорю о том, как людям выжить в мирное время, как это принято говорить. Когда университет, который был создан в 2013 году, приехал только что избранный Томас Бах, президент, он сказал, у вас есть две задачи. Первая – это сохранить наследие олимпийских игр, а вот вторая – помочь ребятам адаптироваться в жизни после завершения их карьеры в спорте. Мы даем им новую специальность, которая им близка, которая им интересна. Это специальность спортивного менеджера в самых разных видах. Это универсальный менеджер, который потом может работать в любом качестве в спортивной индустрии и не только в спортивной индустрии. То есть есть возможность, реальная возможность учиться. И в моем представлении, ну, без этого, если не обладеть сейчас вот этой суммой знаний, умений, навыков, то есть не обладеть определенными компетенциями в современной экономике, современная экономика – это экономика знаний. И мы готовы вам в этом помочь. В этом залог вашего успеха. У нас у спортсменов две жизни – спортивная и гражданская. Образование сегодня – это очень важно. Мир сейчас очень быстрый, информационный, столько потока информации, быстро перестраивается. Если ты умеешь быстро перестраиваться, ты универсальный человек и успеваешь, а лучше перегоняешь, то, конечно, ты будешь, как говорится, в тренде. Поэтому я вам желаю, прежде всего, ребят, здоровья, успешной работы нашего форума, чтобы все те задачи и планы, которые сегодня намечены, они были реализованы. Ну и, конечно, прежде всего, в рамках преддверия все-таки Олимпиады желаю нашим спортсменам реализовать свою мечту. Кто не был еще олимпийским чемпионом, им стать. Ну а кто хочет повторить, закрепить успех. А это сложнее, поверьте, чтобы у них и это случилось в их жизни.